А также в музыке есть не минор и мажор, есть мутка дня и мутка ночи. И как она различается, как звучит день. Мы это все с вами чувствуем. Каждая живота чувствует, когда солнечные лучи начинают обогревать землю. То живое начинает пробуждаться. Побуждаться к действиям и отворы ясны, поводходящей. Мы видим объекты в мире яркими, четкими, ясными. Мы нацелим нашу лекарь направленность вперед. Хочем, выразим, осуществить все свои планы, мечты. Мы дышим, как солнце вынимается вверх. Как мы начинаем влететь так жутко, в музыке окажается это. Это тестное, куда-то не подходящее, наполняющее. В вашем веке дисциплины, переключения. Все наращивается. И постепенно, 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 солнце начинает уходить. И солнце спешит, затихает. На небосклоне начинает светяться луна, звезды. Это такой прикрушенный свет. Чем отличается луна за ночь? Внутри дня, она больше направлена на мир внутренний, на внутренний мир. Мы уже не видим ясных объектов в мире, потому что они хочу дать и открыты. И вот окружается мир заведений, грёд, мечтаний. Где идёт расслабление. И музыка в твой темп начинает упавлять. И больше открывается возможность для воображения, для замыслования. Это музыка дремучая. Я хочу сказать, что у меня ноги темные, узкие или светлые. Она дубая. Ирония, она сочетается свет. Здесь два настроения. Темп на русском, это не кучая. О, 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 о. О, 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 о. Как мы сами рассмотрели эти две гармонии, два происходящих между собой полюса, это интенсивность цвета и его приглушённость. И также в музыке мы можем располновать эти характерные черты. А дальше о чём мы хотим поговорить, это от двух других гармоний. Музыка – это живой организм, и чтобы появиться живой организм, конечно, нам нужна мама и нужен папа. И так во всём. И поэтому в музыке также есть мужские качества, это ритм, и есть женский – это тон. Послушаем, как звучит настоящий мужик. Вот он такой. Определённый, счётный, конкретный, Самилик. Мунтаник. Это низкочувствовательная, плотная вибрация. Это камкаб. Это лаконичный. Это литерничный. Это конкретный. Но это тоже. Это стила музыки. Это то, что её поддерживает. Это динамика. Это красе. Это набор. Это постоянная мульсантка. Ну, гулянт. Мужина. Постоянница. Работа. Тинья, полк в родине. Вот такого идеального шука. Смехотевец, давай, давай композиция. А здесь молодушина также звучит женщина. Как же звучит это женщина. И музыка. Её изящие. Её невидимое. Её тонкие-тонкие настроения, мотивы. От самых нежных она может получиться. Женщины неопределённы, они не должны зацепиться. Она будет по всему свет коломольцам. Утром она очень радостная. Неумеется давить от вечера. Она была в инфрасте. И мужчина тут не справится, ну правда. Как же вы можете сказать, что, во-первых, не определилась эта музыка. Она абсолютно хотела, что она не постоянна. А гармония в том, что нам нравится. Это мечтание двух качеств. Кто-то из книги и кака. И станет определённым в том, что все хорошие эмоции, которые развиваются на этот кака. Понимаете? Вот здесь гармония мужского и женского мужья. Потому что нам всем нравится. Полнота разлучания. Есть на что опереться. И есть куда влететь. Что почувствовать. Узященство, настроение, постельствие. Нужно, когда фонфера. Да. Нужна и русская. Ну, ты-то где-то, а где-то уже ориенция. А где-то, ну, это, конечно, все то, что нужно восстановить баланс, гармонию между меня и половиной. А вот это вот. И следующая гармония, которую я хочу отметить в данной лекции, это как раз и есть отсылка к названию «Дни родом, в руках». Каждая материя музыкальная, она состоит из пяти элементов. Из пяти элементов материальной природы. Это эфир, это земля, огонь, вода и воздух. И сейчас мы послушаем, как же, что из них звучит. Эфир. Эфир мы можем только почувствовать всем телом. Услышать его слуховым аппаратом невозможно. Это неопределенное, туманное, странное. Даже многие ученые не считают, что это элемент природы. Но звук эфира, он содержит все остальные звуки. Это бесконечный оттенок. Это пространство, в котором звук произрастает. И этот звук эфира, он вызывает в нас чувство жизни. Экстаза, переживание, мгновение. Это невородимые чувства. Эфир – это самая огромная и маленькая, неуловимая частица. И в каждой музыке, это содержит эта богатка, эта тайна природы, которую мы, если сочиняем композицию, конечно, хотим ее поместить, эту богатку, чтобы музыка наша жила в каком-то под устороннем измерении, и дышала, хоть длинна и пространство, хоть все вселенные. Звук эфира, он обладает, он обладает силу, он и вселенную. Благодарю. Далее мы рассмотрим звук Земли. Земля – это сама материя, звук, то, что мы ощущаем всем своим телом. Это мощь, это дух Земли, он звук, монотонный. Его распространение горизонтально. Он тяжелый. Это то, что придает звуку тяжесть Земля. Уживание всем, в ее движении. Уживание всем телом. Это огромное, самое тяжелое, из элементов Земля. Она монокровная, глухая. И она называется «рошка» в теле. Когда мы приходим на вечеринку, мы чувствуем вибрация сабуфера, мы чувствуем всем телом из брошек. Вот это и есть звук Земли. Это и чувство, где же его взгляд. Это похоже на то, как из земля есть вид спорта. Благодарю. Следующий элемент – это огонь. Огонь – это самый легкий, самый шаткий. Элемент там, где-то красный. Выбор, где он высок. Его форма включена, и его движение всегда приходит наверх. Тенденция двухокснево вызывает в человеке страх. Террошь. Обучается действие. Ты не медленный, но уйдите ее. Огонь. Убирайся. Два, кто-то работает. Подежду, уроков на руки. Ого. Убирайся. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Субтитры создавал DimaTorzok Денис Субтитры создавал DimaTorzok Денис 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 И мы пять элементов материальной природы вам озвучили, визуально обозначили. Сейчас время поговорить о последних для этой лекции. Гармония, которую я выписала, это гармония между натуральным в музыке и техногенным. Мы сейчас посмотрим, как звучит город и как звучит лес. И вибрация города. И вибрация города. И вибрация города. И вибрация города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это звуки живой природы, зверей Это звуки всех элементов природы И звук леса имеет тенденцию успокаивать организм, приводить его в гармонию В отличие от городской среды, в отличие от всех на мухе Поэтому это наполненная музыка, природная Вкратце об этом мы и хотели с вами сегодня поговорить О природе звука и об этих гармониях Потому что сила вибрации, она удивительна И нужно уметь общаться на языке вибрации, поскольку все в мире звучит И мы не должны отрываться от этой музыки Мы должны чувствовать, что любая музыка это атмосфера, которую мы можем создать Поэтому это ментальное путешествие Представляете, это абстрактное путешествие посредством звуков Потому что волна, в ней засыпают образы, предметы И мы можем общаться, передавать друг мысли Нейтербальным, на уровне ощущений И этим очень благодарна тем, что мы можем заниматься музыкой И будем творить дальше Всем спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ